Партнер показа программы – охоронная агенция Булат. Абсолютная недоторганность. Здравствуйте! В эфире программа «За чертой» и я, Виктория Лукашева, расскажу о самых резонансных событиях последних семи дней. Гаишники на служебной машине насмерть сбили мужчину, а 90-летняя Харьковчанка стала заложницей в собственной квартире. Я вам расскажу о громких преступлениях и чрезвычайных ситуациях. И сегодня в программе вы увидите. Смерть под колесами милицейской машины. Ну, вроде говорят, что через машину перелетел, через крышу. Гаишники, преследуя нарушителя, насмерть сбили пешехода. Однозначно будет достаточно ряд экспертиз. Прокуратура выясняет, кто виноват. Заложница в своем же доме. 90-летнюю старушку опекуны закрыли в квартире. Я сама того не ем, что не сую. Сметанка, творожок. Опекунша уверяет, старушка сама просила ее закрыть. Деньги за закрытые глаза. Дела чиновников взяточников передали в суд. Был дележ, откровенный дележ в кабинете этих денежных средств. Проверяющим грозит до 10 лет тюрьмы. Харьковские гаишники насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла в воскресенье утром недалеко от перекрестка улиц Героев труда и Академика Павлова. Правоохранители гнались за нарушителями на служебном авто. На дорогу внезапно выскочил мужчина. Милицейский автомобиль не успел затормозить. Авария произошла в воскресенье на Салтовке, недалеко от Круглого рынка. Однако свидетелей ДТП почти нет. Все случилось в 7 утра. Торговые павильоны еще не открылись. Там вроде бы, ну как ехала машина, он 120 км в час, они его преследовали и попался мужчина под машину. По официальной версии ГАИ патрульная машина преследовала нарушителя. Мол, парень на тюнингованном ФИАТе совершил незначительное ДТП и скрылся с места происшествия. Лейтенант и прапорщик госавтоинспекции пытались догнать лихача, когда под колеса служебной Шкоды внезапно выскочил пешеход. От удара мужчину выбросило на обочину. Он ударился о дорожный знак и упал замертво. Погибшим оказался 35-летний житель Салтовки. По результатам предварительного исследования в его крови обнаружен алкоголь. С какой скоростью ехал патруль в ГАИ не говорят. Лишь настаивают, служебная Шкода преследовала беглеца с включенными сиреной и проблесковыми маячками. Юристы подтверждают, в таком случае пешеход обязан был пропустить инспекторов. Инспекторы ГАИ, которые преследуют на служебном автомобиле с включенными маячками нарушителя, преступника или другое лицо, которое они считают необходимым преследовать, имеют преимущество движения перед всеми остальными участниками. Будь то обычные водители, пешеходы и прочие участники дорожного движения. То, что спецсигналы на патрульной машине были включены, подтверждают и в прокуратуре. Там возбудили уголовное дело по факту ДТП. Теперь предстоит выяснить, была ли у автоинспекторов техническая возможность избежать столкновения. Во время аварии шел ливень. Из-за него патрульные могли не увидеть пешехода. Или же просто не успели затормозить. Однозначно будут назначены ряд экспертиз, и автотехническая, и судебно-медицинская, и другие экспертизы. Будут допрошены все участники данного происшествия. И обобщая уже все собранное в ходе следствия доказательства, уже будем мы принимать конкретное решение. Результаты экспертиз придут только через два месяца, пока следователи прокуратуры изучают оперативное видео. Во время погони в машине ГАИ работал видеорегистратор. А вот стритрейсера на Фиате позже задержал другой патруль. Ему грозит лишь админ наказание. Он заплатит штраф. За минувшую неделю в Харьковской области зарегистрировано более 2,5 тысяч преступлений. Раскрыто на тысячу меньше. В ДТП погибли 7 человек. Еще 84 пострадали. Всего же за этот период произошло 108 дорожно-транспортных происшествий. На ликвидацию пожаров работники МЧС выезжали 51 раз. О том, чем запомнились последние 7 дней, далее в нашем дайджесте. Трамвай насмерть сбил женщину. Еще одна пострадала. Авария произошла вечером в минувший четверг на Московском проспекте, недалеко от Велозаводского моста. В ГАИ говорят, пожилые женщины переходили трамвайные пути в неположенном месте. Водитель трамвая сначала не заметила женщин в темноте. Когда же увидела, было слишком поздно. Остановить машину мгновенно невозможно. Одна из женщин погибла на месте, вторую отвезли в больницу с травмой ноги. Жители семи сел в Валковском районе более суток оставались без газа. Вместе с голубым топливом у людей исчезло и тепло. В холодных домах без горячей пищи жили 800 семей. Авария на газопроводе высокого давления в селе Шаровка произошла из-за работников Укртелекома, утверждают газовики. Мол, те меняли старые столбы, работы ни с кем не согласовали и повредили трубу. Аварию сотрудники Харьковгаза устранили на следующий день. Школьник, погибший после посещения аквапарка джунгли, не умел плавать. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия». Обвинения могут предъявить и работникам аквапарка, и учителю, который привел школьников на экскурсию. В прокуратуре говорят, классный руководитель знала, что ученик плавать не умеет, но все равно повела детей в бассейн. Скончался мальчик от удушья, вода перекрыла ребенку дыхательные пути. Виновником трагедии грозит от двух до пяти лет тюрьмы. В среду в общежитии лицея строительства на Алексеевке начался пожар. Загорелись вещи в тамбуре на четвертом этаже. Дым преградил людям дорогу к выходу. Выбраться на улицу самостоятельно они не могли. Спасателям пришлось эвакуировать около 30 жильцов. МЧСники предполагают, что причиной пожара мог стать поджог. Материалы они передали в милицию. 90-летняя харьковчанка стала заложницей в собственном доме. Вокруг ее трехкомнатной квартиры в районе Южного вокзала разгорелись страсти едва ли не по сценарию голливудского блокбастера. Правоохранителям и спасателям пришлось срывать окна, выбивать двери и силой врываться в помещение. 90-летняя женщина не отзывается уже 4 дня. Дочь в панике, боится, жива ли старушка. На место вызывает милицию и спасатели. Решают ломать окно. Пенсионерка Мария Нетеса в заточении уже больше полугода, рассказывает соседка женщины. В собственном доме ее заперла опекун. С подругой молодости в последнее время приходилось общаться через окно. Я говорю, вы кушать хотите? Да. Вам дают есть? Нет. А я говорю, а что ж вы ели? Сухарик нашла. Нормально? Почему при живой дочке за матерью ухаживает чужая женщина? Людмила Гаевская говорит, семью попросту обманули. Повезли ее в нотариальную контору. Она с полной уверенностью, что подписывает завещание. А на самом деле это был договор пожизненного содержания. Думала, что бедем делает на меня завещание. Теперь, уверяет дочь, к матери ее не пускают. В доме сменили замки. Опекунша, она сказала, и не суйся туда. Я тебя урою. У меня все схвачено. Материал соберем, зарегистрируем этот материал. Спасатели проникают в квартиру. Из-за двери в одну из комнат слышен голос старушки. Женщина жива, но эта дверь заперта. Мама! Дочь ваша здесь, Люда. Беспокоится о вас. В комнате беспорядок. В нос бьет едкий запах. Мария не теса, извиняется. Говорит, болеет. С постели не встает. Мамочка! Так, все, перестань, перестань, перестань. Мария не теса просит не бросать ее одну в квартире. Боится, опекуны будут ругать за непрошенных гостей. Они не меня толкали, знаете как. Что вы уже провалились? Или я от них, или они от меня. Ой, они все это, все они сделали, сами сделали. Шахраи, шахраи. На пороге появляется опекун старушки. Женщина не понимает, зачем в доме сорвали двери. Вы же сами просите, чтобы я вас закрывала. Неправда, бранье. Тихо, мама. По словам опекуна, пенсионерка сама просила за ней ухаживать. Детям, мол, она не нужна. Общались, общались. Она сама сказала, дочка такая всякая, я с ней не хочу. За пенсионеркой, уверяет опекун, она ухаживает уже почти 10 лет. Чайок, компотик, то, сё, я даже открывать и холодильник, икра, рыба красная, я сама того не ем, что несу ей. Сметанка, творожок. Детям просто нужна квартира старушки, говорит Лариса Драгомир. Расторгнуть договор они пытались через суд. Но тогда пенсионерка была на стороне опекунов. Позже Мария Нетёса еще и заявление в прокуратуру на свою дочь написала. Та якобы украла у нее документы. Так или иначе, теперь передумала. С детьми опять хочет дружить. Только вот опекун отказываться от квартиры, которая стоит на кону, тоже не собирается. Мол, слишком много вытерпела за эти годы. Солдат из армии вернулся со взрывчаткой. А харьковский милиционер собрал самую большую в Европе коллекцию полицейских фуражек. Это лишь часть тем, о которых я вам расскажу во второй части программы. Смотрите подробности. Деньги за закрытые глаза. Был дележ, откровенный дележ в кабинете этих денежных средств. Дела чиновников-взяточников передали в суд. Из армии с опасным подарком. Основу цей секции складает, выбуховая пластичная речевина пласты. Солдат-срочник привез из части гексоген. В милицейском кабинете экспонаты вместо нарушителей. Фуражка сетка, она дышит. И вот такие чехлы от дождя. Милиционер собрал крупнейшую в Европе коллекцию полицейских фуражек. Взяточники из экоинспекции и управления по защите прав потребителей сядут на скамью подсудимых. Оба дела о коррупции правоохранители передали в суд. Чиновники вымогали взятки у предпринимателей. За деньги обещали закрывать глаза на нарушения. Замначальник областной экологической инспекции попался на взятки в мае. Следствие установило, вместе с подчиненными чиновник требовал взятки у предпринимателей. В случае отказа угрожал закрывать их предприятие за нарушение. Деньги бизнесмены перечисляли по безналу, якобы на счета благотворительного фонда. Правоохранители задержали взяточников с поличным. Были подчиненные те, которые в этого руководителя. Они имели отношение с этим благодейным фондом, который обналичивал эти денежные средства. И один из начальников отдела привозил денежные средства. Был откровенный дележ в кабинете этих денежных средств. В среднем от каждого предпринимателя экоинспекторы брали от 10 до 20 тысяч гривен. Еще одни чиновники-взяточники, которые предстанут перед судом, работали в управлении по защите прав потребителей. На этих кадрах видно, как специалисты управления пришли с проверкой в кафе. Нашли нарушения, но предложили на них закрыть глаза за определенную плату. Акт в этом случае переписывался с минимальными нарушениями административного характера, которые не предусматривали собой приостановку деятельности предприятия. Накладывались минимальные штрафы. Ежедневно специалисты управления выезжали на 5-6 проверок. С каждого предпринимателя требовали от 3 до 7 тысяч гривен. Теперь чиновникам-взяточникам грозит до 10 лет тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере. Солдат-срочник привез домой из армии гексоген. Это взрывчатое вещество в полтора раза сильнее тротила. Парня на улице остановила милиция. Оказалось, что взрывчатку он украл из части, в которой служил. На двух подозрительных парней обратили внимание участковые. Прохожие шли по улице, постоянно оборачивались, заметно нервничали, старались держаться в тени. Ребят остановили, у одного из них нашли непонятное вещество. При проведении экспертизы данным веществом оказался гексоген. Далее при проведении разбирательства данный гражданин указал, что это вещество он вынес с территории воинской части при прохождении срочной воинской службы. В милиции возбудили уголовное дело за хранение взрывчатки. Разбирательство начала и военная прокуратура. Правоохранители выяснили, парень служил в Малиновке. Там хранят заряды разминирования. С помощью них можно расчистить коридор, чтобы пройти по минному полю. До склада зазначенных зарядов входит, в частности, секция детонующего кабеля. Основу этой секции складает вибуховая пластичная речевина пластид, которая на 70% складывается с гексогеном. То есть является вибуховой речевиной воинского назначения. Специалисты объясняют, взрывная мощность гексогена сильнее, чем у тротила. Куски детонирующего кабеля парень вынес из части, воспользовавшись тем, что за снарядами плохо следят, говорят в прокуратуре. Там также возбудили уголовное дело уже за кражу взрывчатки военнослужащим. Парню грозит до 8 лет тюрьмы. Дзержинский райотдел милиции разыскивает без вести пропавшего Владимира Ларина. 35-летний мужчина вечером 15 декабря позвонил жене и сказал, что ему стало плохо. После этого он на связь не выходил. Сотрудники милиции нашли машину пропавшего недалеко от станции метро «Научная». Автомобиль был не заперт, ключи находились в замке зажигания. Документы и личные вещи не пропали. Приметы Владимира Ларина на вид 35-40 лет. Плотного телосложения, рост 180-185 сантиметров, волосы тёмные, глаза тёмные. Был одет в серую толстовку с эмблемой Nike, синие джинсы, кроссовки тёмного цвета. Всем, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Ларина, просьба сообщить в милицию или по телефонам, которые указаны на экране. Близнюковский райотдел милиции разыскивает 14-летнего Сергея Галагана. Житель села Бурбулатова 30 октября ушёл из дому и до сих пор не вернулся. Приметы на вид 14-15 лет, рост 120-130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза серые. Особые приметы – шрамы с левой стороны в области подбородка и на левой руке у локтевого сгиба. На животе в области пупка родимое пятно. Был одет в синий свитер с капюшоном, красную байковую рубашку, тёмно-синие спортивные штаны. Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Галагана, просьбы сообщить в милицию по телефонам, которые указаны на экране. Червонозаводский райотдел милиции разыскивает 52-летнего Сергея Музыченко. 5 ноября мужчина ушёл из дому и не вернулся. Приметы на вид 50-55 лет, рост 190-193 сантиметра, плотного телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Был одет в синий спортивный костюм, камуфляжную куртку, серые кроссовки с жёлтыми вставками. Всем, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Музыченко, просьбы сообщить в милицию по телефонам, которые указаны на экране. Харьковские милиционеры, кроме преступников, охотятся ещё и за новыми экспонатами для своих коллекций. Главный эксперт-криминалист области Станислав Перлин собрал у себя в кабинете крупнейшую в Европе коллекцию полицейских фуражек. А ещё сотни уникальных документов и старинных фотографий. Своим увлечением заразил и коллег. 270 полицейских фуражек почти из сотни стран мира. Эта коллекция – самая большая в Европе. Полковник милиции Станислав Перлин рассказывает, собирать головные уборы служителей закона начал ещё в середине 90-х. Тогда коллекцию помогали пополнять друзья. Фуражки привозили из заграничных командировок. Экспонаты порой вывозили не совсем легально. В эпоху интернета дела пошли веселее. В сети Перлин находил заморских коллег и выменивал их фуражки на форму украинских милиционеров. Посылки приходили раз в месяц со всех континентов. В коллекции теперь есть и уникальные экземпляры. Это остров Нью-Е. Он находится под протоколаратом государства Фиджи. Он рядом находится с островом. И там всего лишь три полицейских. У каждого экспоната свой характер. В неспокойной Африке полицейские носят в основном береты военного образца. А фуражка испанских жандармов напоминает головной убор Тореадоров. Это дань традициям. Там, где люди гордятся своей полицией, там, где люди хотят видеть полицию красиво. Там, где полиция – это не злая собака, которая сдерживает что-то, а именно уважение. Это традиция. Конечно, это очень красивая форма, красивые уголовные уборы. Но куда важнее не внешний вид, а практичность. К примеру, шлем английских Бобби способен выдержать удар палки. Правоохранители высокогорного Непала носят береты из шерсти. А в ЮАР головной убор полицейских красят в белый цвет, чтобы лучше отражал солнечные лучи. Штаты относятся очень… у них большое количество чехлов всевозможных. Фуражка с сеточкой, она дышит. И вот такие чехлы от дождя. Забот с фуражками немного. Надо лишь от пыли протирать. Перлин шутит. Моль покушаться на милицейскую коллекцию – просто боится. Посмотреть на экспонаты к офицеру приходят дети сотрудников. Здесь даже экскурсии для школьников проводили. А подчиненные говорят – в таком кабинете и планерки проходят веселее. Обстановка у него в кабинете всегда настраивающая на позитив все. Поэтому, как бы там ни была ситуация, с плохим настроением никто не выходит. Собирательством полковник Перлин уже заразил большинство своих подчиненных. Теперь у каждого второго сотрудника здесь есть своя коллекция. Станислав Ильич не оставляет шансов оставаться в стороне. Поэтому те же шевроны, которые я начал собирать, это с его подачи. В фуражке далеко не единственная коллекция офицера. Уже более 20 лет он собирает все, что связано с историей милиции и армии. Своими экспонатами всегда рад поделиться с музеями. Для этой экспозиции, она посвящена милиции во времена Великой Отечественной, полковник передал мемориальному комплексу высота маршала Конева с полсотни экспонатов. Среди них удостоверение офицеров, фотографии и, самое главное, форма правоохранителей тех лет. К широкой натуре человек, который стремится поделиться своей коллекцией, не просто ее укрыть, а поделиться с максимальным количеством людей. Коллекция должна работать, ее должны смотреть люди. И тогда только она имеет ценность. Если она просто лежит и пылится в сундуках, то это просто склад каких-то вещей. Но самая большая страсть полковника Перлина – фотографии офицеров начала 20 века. Таких карточек у него больше сотни. И каждая – повод для исторического расследования. Перлин пытается узнать, кем были эти люди и как сложилась их судьба. А главное – учится у них с гордостью нести звание офицера. За спиной никто не прячет ни кулак, ни дулю. Вот открытые люди. В первую очередь это хобби не дало мне отчаяться. Это хобби помогает, наверное, воспитать себя, закалить себя. Когда ты смотришь документы или фотографии, когда ты смотришь на тех людей, которые служили честно, отдали свои жизни уже на благослужение своей родине. И, наверное, все-таки это подпитывает очень сильно энергетически. Такими были самые яркие события уходящей недели. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 20.00, а также в пятницу днем и воскресенье ночью. Я же прощаюсь с вами. Берегите себя. Абсолютная недоторканность.